Ты черт! Чтобы ты ноги с самого, правильно? Да. Зачем? Вы что, адекватные, нет? Привет, друзья. Броуки на проводе. Срочная новость. Только что закончился матч на спорте. Огромное спасибо болельщикам. Вы пришли в большом количестве и Нинского нас поддерживали. Это было прекрасно и дальше будет еще лучше. Саня Фифа! Саня Фифа! Мы не палим результат матча, не говорим ничего об этом. Все выйдет вместе на спорте. Но сейчас, раз уж это появилось в разных телеграм-каналах, нужно рассказать о стычке после игры. Достаточно яркой стычке. Смотрите. Все! Все! Надо пойти на спорте! Отошли на спорте! Отошли на спорте! Оставьте его! О мой! О мой! Пойдем, пойдем. Мы вышли? Я вышел. Что ты высказал, когда я выходил? Когда ты выходил? Да. Ты черт! Что ты ноги сосомал, правильно? Да. Зачем? Зачем? Потому что ты, блядь, что ты сделал, Саша? Поверись. Я... Как вы поняли, сразу после матча мы находим Толя в окружении игроков на спорте. И в этот момент Саслан действительно говорит ему, да, я сказал, что ты черт и желал тебе сломать ноги в этой игре. Из-за чего это произошло? Ну, во-первых, Саслан говорит, что ты давним-давно ударил по лицу Егора и сломал ему нос. Чтобы не было никакого контента, ничего. Действительно было. И здесь важно услышать версию Толи. Что же тут происходило, потому что мы все упустили. Сейчас он попробует вам объяснить. Саслан продолжает там оскорблять всякими словами, а потом подключила вся его команда. Вся... Нет, не вся, бру. Человек шесть, как минимум. Вот. Честно, не понял, кто это и остальные ребята, но поскольку мы с Сасланом дали поруки... Нет, это лишнее, да? Короче. Поскольку вся команда потом поддержала Саслана в этой теме, я хотел со всеми поговорить. Но после свистка я хочу подойти к Саслану, спросить, с чего это вдруг, потому что мы, по сути, с ним нормально общались. Я абсолютно спокойным подходил к нему и хотел просто поговорить. По итогу получилось так, что я подходил, и он как-то уже меня оскорбил в этом моменте. И плюс Саша, текила, со спины сказал, что ты хочешь, черт, иди нахуй отсюда. По-моему, вот так. Честно, не буду утверждать, потому что, может быть, путаю. Может быть, уже, знаешь, выдумываю. По итогу хотел с ним поговорить, но получилось, что... Получилось, что вся вот эта вот компания сплотилась там, слова не давали сказать, и получилась каша-малаша, честно. Подожди, 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 подожди. Почему предкоманды? Толя, Толя, я с тобой разговариваю. Я с тобой разговариваю. И когда приходил к нам на сбор, ты был нормальным пацаном. Я тебе руки жал. Я ничего не помнялся. Просто я выхожу на хуй. Я, когда ты будешь тренером, ты поймешь, почему я тебе так сказал. Хорошо, когда-нибудь. Если я за них не буду стоять, подожди, если я за них не буду стоять, то я нахуй здесь не нужен. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Чертон тоже называть, тоже неправильно. Потому что за это, за это... Слушай, а что вы все там пришли? Подожди. Я выхожу, я чертон называю, что ты ноги себе сломал. Вы что, адекватные нет? Толенька. Все, все, не правы. Толя, 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 Толя. Толя, что? Ты меня слышишь? Мы стоим, просто снимаем. Ну давай сейчас. Вот эту хуйню мы заканчиваем. Между тобой... Подожди. 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 Да, блядь. Все нормально. Толь, или мы сейчас эту хуйню заканчиваем, или продолжается. Все, заканчиваем. Нет, заканчиваем. Решать тебе. Решать тебе. За что вы извиняете? Решать тебе. Вопрос. Руку пожми. Подождите. Подождите. Пусть они с ним поговорят. За всю дистанцию процесса вот этой всей хуйни. Я тебе за эту хуйню говорю. Все. В целом. Потому что этот пацан не заслужил это. Смотри, я ему написал в директе. Давай встретимся. Я как тренер, я всегда буду за ним стоять. Что бы я ни говорил. Я ему сказал, давайте, давайте встретимся вдвоем. Толя, Толя, я все смотрел. Толи поперек. Я видел интервью с ним. Я тебе просто сейчас говорю. Или мы сейчас этот топор зарыли, или мы продолжаем. Все, продолжим? Я буду продолжить зарыть. Я хочу уходить. Почему меня чертом называют? Нет, 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 нет. Я тебе ничего в твоей жизни запричать не могу. Я тебе предлагаю. Я тебе предлагаю. Я тебе предлагаю. Или мы сейчас заканчиваем. Давайте заканчиваем. Или не продолжаем. Блин, чертом. Все, заканчивай. Все, прекращай. Тебе стало обидно, что я тебя назвал. Я как футболистом. Чтобы ты все многое сломал. Смотри, смотри, за это я как тренер, как старший человек извиняюсь. Некометентно и некорректно. Извинись перед ним. И вы расходите. Все, окей? Вот сейчас ты просто извините. И все, договорились. Да! Руку пожал, все, ебать. Вот эта хуйня, блядь, вот не возиться. Нахуй оно все надо. Он не прав, пиздец, то, что он спиздал. Блядь, в смысле? Он не прав, блядь, он не прав, я согласен. Все, забей хуйну, не с ним бесполезно. Смотри, Толя, смотри, иногда, блядь, чтобы вот прошлое не давляло на твое будущее, надо взять его пересмотреть. Просто скажи, если он не прав, смотри, если ты считаешь, что он не прав, тебе не обязательно, чтобы он там перед тобой извинялся. Просто отпусти эту ситуацию. Зачем ты пытаешься продолжать конфликт? Я не хотел, чтобы извинился. Я выходил на поле, мне сказали, слышишь, ты черт, чтобы ты себе ноги остановил. Почему это тебя задевает? Черту называть тренер. Да и что? И что? Почему это тебя задевает? От тебя требую лучшего. И что? Тебя это почему должно задевать? Ты на поле. Я просто перед ним, я перед ним просто сто раз извинился. Ничего просто. Чуть-чуть. Смотри, я там на кругу тоже там скидывал всякую хуйню, понял? Ее не снижают. Ну честно, мы дали по рукам, но я честно не могу понять такое поведение тренера. Тренер, как такое тренер можешь себе позволить? Как он может сказать, слышишь ты, черт, чтобы ноги сломал? Я не знаю, как можно ненавидеть человека, чтобы ему пожелать такое. Я честно не знаю, как. Вот. И в целом, вот, получилась ситуация, что с Асланом мы, по сути, дали по рукам. Более-менее обсудили. Надеюсь, что ситуацию оставили в прошлом. Но очень много ребят, которые из нас в спорте. И честно, меня удивило, когда еще мы с Асланом ушли в сторону. То, что Аслан сказал, что я всем ребятам сказал, что чтобы с тобой никто не здоровался. Вот. Ребята, вы все понимаете, что эта ситуация в итоге могла сложиться по-разному. Могла в том числе начаться и драка стенка на стенку. Потому что в этой ситуации есть действительно люди, которые были в той или иной степени неправы. Конечно же, Толя был неправ тогда в случае с Егором. Это недопустимо вообще для цивилизованного общества на такое поведение. Да, Толя извинялся. Да, он действительно получил свое, потому что он был персоной Милбрата во многих командах. И даже сегодня Сослан мне говорил, как вы могли его взять. Объяснял Сослан. Человек должен получать еще какие-то шансы и показать то, что он действительно сейчас расположен к тому, чтобы вести себя адекватно. Чтобы человека всю жизнь не наказывали за то, что в принципе он уже пережил. И за то, что его уже долгое время хейтят. И в этой ситуации очень хорошо, что мы все вместе, и Сослан, и Толя, сумели пожрать друг другу руки. Сумели решить этот вопрос на данном этапе без драка. И это главный итог. Ребята, любите друг друга и все будет. Оставшуюся беседу Райзена с Сосланом. Все перипетии матча, движухи, удаления, движения, голы. В общем, мы записываем все экспромтом, чуваки. Всем респект. Броуки идут дальше. Броуки, броуки. Мы развиваемся.